3 сентября, понедельник, Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Елена Еремеева. Здравствуйте. Верховная Рада начинает работу новой сессии. За осень планируют рассмотреть несколько важнейших законов, в том числе изменить Конституцию ради ЕС и НАТО, а также блок законов из сектора нацбезопасности. Об этом рассказал на согласительном совете спикер парламента Андрей Порубий. Он напомнил, еще на прошлой сессии парламент принял закон о нацбезопасности, однако предусматривает имплементацию и принятие ряда еще нескольких законопроектов о СБУ, разведывательных органах и об отдельном парламентском комитете. Он будет осуществлять парламентский контроль над сектором безопасности. Также сейчас на обсуждении вопрос информационной безопасности отметил спикер Рады. Если мы не сможем защитить свой внутренний информационный простор, нам будет сложно говорить про защиту от внешней информационной агрессии. А, на жаль, за это и то я могу утверждать, что внутренний информационный простор зазнав атаку, в том числе и с боку тех людей, которые отверто работают на краю агрессора. Важным на согласительном совете назвали и вопрос госбюджета. Андрей Поруби отметил, что уже поговорил на эту тему с Владимиром Гройсманом. С премьер-министром сошлись во мнении, что документ должен своевременно попасть в Раду. А на фоне будущих президентских и парламентских выборов важно принять избирательный блок законов. Встречный иск ЖКС Портофранковский продолжает оспаривать штраф Одесской обл. администрации в суде. В коммунальном предприятии уверены, что сумма санкции несоразмерна ущербу. В итоге суд решил привлечь к рассмотрению третью сторону одесских общественников. Напомню, в июле ОГА потребовала взыскать ЖКС 340 тысяч гривен за повреждения, причиненные памятнику архитектуры, что на углу Садовой и Преображенской. Речь идет о знаменитом доме Либмана. Тогда один из сотрудников предприятия сбил создание лепнину после того, как в разгар юморин и часть декора свалилась одесситу на голову. Мужчина после этого попал в реанимацию. Мы считаем, что решения, на основе которого стягиваются эти финансовые санкции, приняты и с грубыми порушениями чинного законодавства, и с недотриманием прав коммунального предприятия, пожилово-комунальный сервис Порто-Франкевский. В связи с чем, эта постанова является незаконной. Одесская областная государственная администрация полностью соперечивает о этих позывных требований и будет просить в отзыве на позывную заявку отмогать позовь в полном обществе. Вважаем постанову обрунтованную и выданою в соответствии с правительством законодавства Украины. Шансы на жизнь увеличатся. Реанимация недоношенных новорожденных областной детской больницы передали аппаратуру на 1 миллион гривен. Все средства волонтеры собрали на благотворительной барахолке, наряды на которую ранее организаторам пожертвовали жители со всей Украины, которые решили поддержать полезную инициативу. Такой аппарат в отделении интенсивной терапии новорожденных очень необходим, отмечают медики. Он поможет защитить головной мозг ребенка от негативных последствий в период гипоксии. Те дети, которые рождаются в асфиксии и не могли получить такую помощь, высоко квалифицированную, учитывая, что не было у нас такого аппарата, теперь эти дети смогут не только выживать, но и применение таких методик в лечении значительно снижает инвалидизацию. Проколотые шины и 11 кругов по бездорожью, причем всего за полтора часа. В Одессе прошли соревнования по кросс-кантри, велогонкам по пересеченной местности. Закупки в экстрим-парке на Шкодовой горе боролись более 30 велосипедистов. Соревнования были приурочены ко дню города, отмечу кросс-кантри олимпийский вид спорта. Протянуть руку помощи тем, кто действительно в ней нуждается. Полсотни маленьких одесситов из семей, которые нуждались в помощи работников социальных служб, приняли участие в флешмобе «Поделись теплом своего сердца». Малыши выстроились в символическое сердце, чтобы привлечь внимание к проблемам кризисных семей и семей переселенцев. Все участники получили мороженое и подарки. Люблю одессу! А деткам помогаете? Да, я помогаю, если там что-то просит перевезти дорогу. Вот когда я шла один раз в школу, одна девочка маленькая попросила, чтобы я ей помогла перевезти дорогу. Я ее перевела. Одесский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи оказывает юридические, психологические, социальные услуги семьям, которые попали в сложные жизненные ситуации. Этой акцией мы привлекаем внимание к нашей организации и к тем семьям, которым нужна помощь. Выставка «Под открытым небом возле Пороховой башни» открылась экспозиция «История моря плавания». Главный экспонат – архаичное судно протафракийских племен второго тысячелетия до нашей эры, причем в натуральную величину. Корабль собирали в Рине, используя простейшие материалы. Раньше судно исполняло сугубо торговые функции. Экипаж насчитывал до 15 человек. Находиться в открытом море Кадм мог до недели из-за отсутствия хранилища для провизии. Экспозиция простоит в парке Шевченко до 8 сентября. Это третье судно греков, которое критомикенская цивилизация, архаика, третье тысячелетие до нашей эры. Оно показало себя, оно показало в Средиземном море, что можно на таких ходить, потому что эта копия реальная. Мне сегодня много задавалось вопросов, насколько она может в море выходить и так далее. Она уже выходила, эта лодка, в море, она держит волну. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Домской ТВ, будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!